Простой пример приведу. У нас же был Олег Дундов, депутат Верховной Рады, который говорил о том, что начал собирать подписи по поводу запрета ОПЖЗ. Выкинуть ОПЖЗ из Верховной Рады. Очень интересный момент. Мы все боремся против России, мы все против нее, но начинаешь депутатам подходить, подписываешь, не подписываешь? Не подписываю. Почему? Ну, я еще подумаю. Подумаю, это означает, что не подпишу. И это значит, что в душе эти депутаты, и таких людей еще много, они как минимум сочувствуют. Как минимум сочувствуют по каким-то причинам. Личные связи. Смотрите, что такое конференция? Я закончу. Личные связи, экономические связи. Возможно, мысли о том, что игра может еще перевернуться. Ведь ОПЖЗ, они же понимают, что если бы в Киев зашли русские, то ОПЖЗ уже сидели бы на раздаче. Так вот, пока мы, вот этот шанс прыгнуть в Большой Запад, иметь свой успешный проект, он будет просран в том случае, пока мы будем сохранять половинчатость. А это тоже самая коммунальная история. Мы все же понимаем, что украинская политика является типовым историей, когда, например, чувак из ОПЖ и депутат из нашей Украины являются кумовьями, бизнес-партнерами, постоянно сидят за одним столом, партнерами в теннис, вместе играют Куршевеля, хотя это типа за Россию, а этот за Пасконную такую Украину разлива канадских иммигрантов первой волны. Но это норма, потому что коммунальные связи важнее идеологических и политических. В этом и сущность Советского Союза. Слушайте, коммунальные связи, я с зрителем говорю, важнее, чем связи политические и идеологические. Это все определяет. Прыгнуть на Запад в таком состоянии, когда мы сверхценности для Запада и для Российской Федерации одновременно получаются. Вот наша задача. Почему сверхценности для Российской Федерации? Чтобы у них не возникало мысли о полном уничтожении. Продолжение следует...